Работа с брюшным прессом, растяжечка. Да, вот трудовая мозоль, которой надо работать. Он считает, что корень многих болезней – это лень. И поэтому своим пациентам доктор Евгений Маринский рекомендует заниматься физкультурой. Но тут случай особый. Спортсмены беспокоят старые травмы. Пациент и доктор – старые друзья. Как-никак, Владимир Поначев ходит на прием уже 15 лет. Мы играем в бильярд вместе, мы общаемся. Он очень разносторонний человек у него, и дети прекрасные. И самое главное, он сильный бильярдист. Я у него буквально несколько раз выиграл за свою жизнь. Евгений Маринский и других врачей научил в бильярд играть. Уверен, спорт помогает преодолевать болезни. Подходить к оздоровлению нужно комплексно. Это он усвоил еще в самом начале карьеры, когда работал в Пермском крае. У нас была группа длительно часто болеющих сотрудников. А мне, как ответственного врачу за медиков, я был врачом врачей, как говорят. Мне дали задание, надо снижать заболеваемость. Ну вот, составил комплекс физические упражнения, гимнастику, психологический тренинг. Через две недели народ поменялся. Я впервые понял, что физкультура – это вообще благо. С тех пор много воды утекло. Уже почти 30 лет врач работает в Первоуральске. Евгений Маринский считает, что в его профессии нет места цинизму. Он переживает за своих пациентов. И говорит, что терапевт – это тот врач, который хорошо знает и больного, и его семью. Он помнит всех больных, которые у него когда-то, много-много лет назад были в кабинете. Приходят, и он говорит, так вы у меня вот были много лет назад с таким-то диагнозом. Как себя чувствуете? Знает и помнит всех пациентов со своего участка. Его день начинается рано. Задолго до официального приема у кабинета появляется очередь. Многие хотят попасть на прием именно к Маринскому. Я очень уважаю, когда ко мне приходят с записками, с вопросами подготовились. У меня был пациент, у него был талмуд. Он писал лечение под руководством Маринского. Доктору приходилось сталкиваться и с очень странными случаями. Например, как-то пришел пациент, весь черный. Рассказал, что кожа внезапно почернела. Оказалось, рабочий вместо алкоголя решил выпить морилку. Пациента взяли под наблюдение, скоро все прошло. Коллеги считают, нет такой задачи, которую Маринский не решил бы. К нему, как к специалисту, можно подойти с любым вопросом. И он все расскажет, все объяснит. Не только в медицине, но и также по всем остальным вопросам. В поликлинике Евгений Маринский надеется проработать еще лет 20. Ведь сыновья в медицину не пошли. Осталась надежда только на внука. Доктор надеется, что у него вырастет достойная смена. Александра Поддубная, Руслан Гаскаров, НТР-ТВ.